многие ситуации разрешаются таким образом у кого такой же случай расскажите такое же произошло с помощью молитвы сильное изменение в жизни есть такие любви вас до не надо что понимаю вот женщина помимо вы понимаете все произошло уже ну давайте микрофон сейчас она расскажет поделитесь поделись улыбкой своей и она не ладно не раз еще к тебе вернется я редко в новосибирск приезжаю здесь не так много но москве там полно таких случаев много людей которые уже серьезно занимается мне не интересует сейчас дальше как это произошло вот вы начали молиться что вы чувствовали напишите процесс сначала что было потом и в конце время молитв ничего не получается супер объем работы оставался отлично дальше вот отлично и дальше все будет хорошо да успокоение потом счастье все будет хорошо конечно она будущего не видела она почувствует все будет хорошо потом бац забеременела да там гормоны восстановить написано я уже вам об этом сообщаю комплект ну ладно спасибо так оно и есть все так давайте продолжим вот эту тему самую сложную тему слоев жизни это самая сложная самая важная тема а как молиться пробуйте пробуйте нормально тоже так можно есть веры вере какие-то ограничения какие-то ограничения есть но знаете как бы я вот изучал это все серьезно и знаю что все серьезные возвышенные люди всегда имеют духовника которые являются посредником они думают о нем во время молитвы просят у них по у него помощи зачем святой матроне ходят это есть посредник попытка помощи получить зачем апостолы нужно это посредники понимаете то есть подумайте об этом придет время вы сможете напрямую обратиться надо учиться сначала человек за ручку ходит а потом сам ходите сначала за ручку так будет быстрее быстрее научись нормально так оставайтесь в этом оставайтесь в этом ничего не меня а и и больше силы давайте послушаем вас не слышно все равно микрофон не работает понимаете если у вас естественно то естественно и продолжайте нет никаких проблем здесь нет никакой специальной навязывающей методики есть разные способы отношений с богом и они все хороши я просто предлагаю метод который очень быстро и сильно дает возможность научиться всему тоже нормально супер отлично нет не прекращайте естественные свои отношения с богом оставляйте их своем сердце и используйте все что вы узнали нового изучайте спасибо вам что вы такая у нас замечательное наше сердце светло и чистое и это чувство спасибо что пришли на лицо итак поймите что вот эта отчужденность от близкого человека который большинство из вас чувствует в своей жизни не является намокловым мечом не является чем-то особенным и не является признаком несовместимости не является тем что разрушит обязательно вашу семью потому что 80 процентов разводов в нашей стране поймите такую вещь что это всего лишь этап развития вашей личности и все это означает что вы вот такая вот можете так жить у вас нет других возможностей пока внутри ваша возможность любить она ограничена возможностью принимать любовь высшую любовь в свое сердце понимаете когда у человека не хватает его энергии любви он замыкается от близкого человека ему тяжело принимать и терпеть его боль вот кто из вас вчера во время пожелания всем счастья вдруг неожиданно обнаружил что как будто вас так сердце раз и открылось поднимите руку и к вот этот зажим сердце закончился так и в этот момент вы почувствовали близких людей так начали вспоминать о ней это как раз и есть то что должно произойти почему сердце закрытое потому что в нем не хватает сил всем отдавать эту любовь понимаете вот эти канальчики эти у нас есть нить незримые со всеми связаны мы не можем тут невозможно как бы всем всем помочь потому что все близкие тянут себе силы они все хотят помощи и не все все нуждаются в силу вокруг но и человек вот так зажимается он не может уже больше вот это зажато сердце означает жизнь страсти когда человек верит в счастье в будущем он думает если сейчас настоящем нет хотя бы в будущем что было он живет ради будущего поэтому сильно напрягается он работает ждет когда будет зарплата он работает ждет когда он придет домой когда он едет в трамбу электричке он думает когда я приеду когда он приедет он включает телевизор ждет когда закончится фильм чтобы счастливый конец был потом когда счастливый конец он еще что-нибудь ждет идет ждет когда он ляжет спать когда он ляжет спать и он еще что-нибудь ждет и так он не может остановиться это жизнь в будущем понимаете означает слабость сердца отсутствие счастья внутри потому что когда у человека день рождения тогда он ничего не ждет он просто счастлив потому что все ему дарят подарки и все его любят в этот день, и он чувствует, что дождался. Ну, просто хорошо, он забывается в этом счастье, и забывает, что надо завтра, ему хочется сегодня уже жить. В настоящее время приходит, на время. Или когда он уезжает на море отдыхать, и он там загорает на солнце, плавает, и думает, я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы она повсюду мчалась, за мной, и вслед. Но это всего лишь две недели в году, понимаете? А жизнь, она дольше. Человек должен постоянно быть счастливым. Счастье означает существование сейчас. Счастье, счастье. Не завтра, не послезавтра. Люди в страсти, они в этой скорлупе живут, верой в будущее, понимаете? Надо разрушить эту скорлупу с помощью внутренней аскезы. Надо заставить себя соединиться со светом. Потому что мы привыкли идти по инерции. Проснулась, вот кто сегодня проснулся и не смог помолиться, потому что некогда, поднимите руку. Это нормально, это жизнь по инерции означает. Если бы у вас было свидание, вы бы нашли время. Почему? Когда человек верит, что сейчас будет счастье, какая работа, какой сон. Лень означает тоже отсутствие веры. Ну если свидание, допустим, у вас, неужели вам будет лень пойти на свидание? Нет? Нет, вы почувствуете, зачем, как можно терять любовь. Вы пойдете, потому что там любовь. А здесь вы не знаете, что есть любовь. У вас нет знания просто. И поэтому нужно подключаться к кому-то. Нужно с тем, кто знает. Понимаете, ходить на лекции на такие. Ходить в храм себя заставлять. Там люди знают. И поэтому они включают себя, молятся. И вы включаетесь между ними. Вместе с ними, как поток ходите. Часто люди, понимаете, первый этап выхода из страсти — это насыщение. Часто люди просто слушают лекции целыми днями. Или слушают духовную музыку. И целыми днями торчат в храме. Никуда оттуда не хотят уходить. Им надо насыпаться духовной энергией. Они не могут сами ни молитву совершать, ни вставать вовремя, ни соблюдать правильное питание. У них не хватает сил. Потому что эти силы — это всё энергия любви. У них нет этой силы. Они истощены. Поэтому они слушают, слушают, слушают. Потому что только через звук можно наполниться этой силой. Я помню, я даже на ночь включал наушники. Я и сейчас тоже на ночь оставляю голос наставника. Вот сплю, просыпаюсь, слышу раз. О, хорошо засну. Супер. Понимаете, я даже сейчас не могу как бы закончить этот процесс. Но люди, которые включаются в насыщение духовное, они целыми днями слушают, не могут отвлечься. Они даже работают в наушниках, не могут никак прекратить этот процесс. Поднимите руководку, сейчас такое происходит. Я вам искренне завидую. Мне было то же самое 20 лет назад. Нет, сейчас то же самое, только немножко по-другому. Я сейчас больше стараюсь счастье испытывать и своей молитвы собственной, то есть изнутри. Потому что насыщение, когда приходит, человек появляется в силу, он начинает менять свою жизнь сам уже. Это следующий этап. И в это время надо наполняться знанием, изучать, как это делать. И надо обязательно общение нужно духовное. И рано или поздно страсть превращается в благость. Что это означает? Первые признаки благости. Ты начинаешь видеть близкого человека, как вы говорите. Бац, я его увидел, я поняла, почему так сейчас до меня дошло, вы сказали. Увидели его. Понимаете, я вас всех вижу. Вот я смотрю в ваши глаза и вижу в вас чистоту во всех. Вот во всем зале. Куда бы я ни посмотрел, вижу только чистоту. Я не вижу ничего плохого у вас. Вы как чисто светлые фонарики, говорите для меня. Понятно, что у вас там есть свои тараканчики, но меня они не волнуют сейчас. Меня это не интересует. Понимаете, ваши там эти все недостатки. Вообще никак меня не интересуют. Это неинтересно совершенно. Потому что интересно видеть свет в глазах человека, а не его проблемы. И так очень важно понять, что первые признаки благости означают, что ты увидел чистоту в близком человеке. Ты увидел его так же трудности в жизни. Ты увидел, что ему тяжело очень жить, так же, как тебе. И как только ты это увидел, вы сразу становитесь ближе. А это увидение возможно с помощью света любви. Понимаете, когда любовь из тебя исходит, она как фонарик, который просвечивает человека. И даёт возможность тебе увидеть и понять его. Потому что понять человека можно только через сострадание. То есть ты должен вместе с ним чуть-чуть пострадать, хотя бы полсекунды, чтобы понять его. Надо почувствовать его тарелку, его жизнь. А это сострадание требует вот этой энергии любви. И это самая важная энергия, которая нужна в нашей жизни. Без неё вообще невозможно жить. И чем вы вот сейчас занимаетесь на лекции? Кто из вас уже три года лекции мы слушает и чувствует, что все лекции одно и то же, но всё равно ходит на них? Поднимите руку. Чем вы занимаетесь здесь? Насыщаетесь энергией любви. Вам не нужно знание уже. Вам нужна сила. Понимаете? Вы на этих лекциях просто общаетесь с Богом. Всё. Вы просто здесь счастье испытываете. Всё. Вам не нужно это знание. Вы уже сто лет это всё слышали. Вам нужна просто энергия счастья, которая здесь появляется на этих лекциях. Видите, они тоже почувствовали, там общаются между собой. Всё нормально. Надо их успокоить немножко, а то дети на себя сильно отвлекают внимание. Их тоже энергии любви исходит, как и меня. И все думают, они их сразу когда-нибудь укройкают. Родители должны сказать, что-то они успокоились. Итак, не пугайтесь, обнаружив себя в этой ситуации, в которой вы чувствуете себя отчуждёнными от близких людей. Поднимите руку. Кто вот это сейчас понял на лекцию? Ну, кому-то ещё предстоит понять. На самом деле у нас нет близких отношений. Практически ни у кого. У нас есть просто отношения наслаждения друг с другом. Понимаете, чем это отличается от близких отношений? В близких отношениях люди искренне общаются друг с другом, ничего не скрывая друг от друга. Это означает близкие отношения через звук. Нужно обязательно успокоить ребёнка. Прямо встать в родителей. Кто родитель? Встать, взять девочку. Поймать. Надо ловить, значит. Ловить. Успокоить. Они мешают читать лекции. Привлекают все их внимание. Помогите организаторы тоже, что стоите. Надо помогло ночь. Мама ходит за ними, а они бегают от них. Видите, это уже для них игра такая. А всё только для того, чтобы на них обратили внимание. Понимаете, потому что ребёнку хочется отношений. А если есть возможность отношения со всем залом строить сразу, это вообще супер. Революция закончилась. То же самое, когда будет спектакль завтра, пожалуйста, всех детей, когда энергия любви начинает раскрываться сильно, спектакль так будет. Все дети сразу валят к сцене поближе, начинают на себя обращать внимание. Ни в коем случае детей нельзя пускать. То есть держать с собой или лучше вообще их вывести там. Вот. Это рекламная пауза. Вы должны вспомнить ещё раз, что завтра будет продолжение моих лекций, уже практическое. Вы увидите характер женщины, из чего соткан, характер мужчины. Завтра такая психологическая будет драма. Она наполнена любовью, счастьем. Это удивительный спектакль будет. Ребята специально для вас на один день сюда приедут. Пожалуйста, приходите, посмотрите. И практические воплощения в жизни материала лекциона вы почувствуете в этот день. Завтра будет практический заметок. Следующие ключевые моменты, которые я хотел бы... Вы поняли, да? Когда есть гарантия, что всё будет хорошо. Когда человек в благость переходит в свою жизнь, тогда отношения становятся глубокими и стабильными. Поэтому некоторые идут каким путём? Они думают, надо научиться правильно общаться с близким человеком, себя вести правильно с ним, чтобы он со мной остался. Это всё не работает. Это внешние вещи. Только правильное состояние сердца вашего и правильный настрой в сердце даст возможность вам оставить близкого человека рядом с собой. А правильный настрой означает чистое чувство по отношению к нему. Я простила, я как бы не сержусь и прощаю его. Вы принимаете этого человека, вы знаете все его недостатки, и у вас нет с этим проблем. Даже если он пьяница, развратник, как бы то ни было. Это ваша судьба, вы её перевалили, примяли, и в этот момент он начинает меняться, близкий человек уже. Сначала человек переваривает судьбу в сердце, а потом она начинает перевариваться внешне уже. Сначала должно произойти предварительное действие в сердце, а потом внешние действия происходят. Ко мне после лекции все люди подходят и все не понимают этого вопроса. Они говорят, Олег Геннадьевич, а у меня вот исключение, у меня вот настолько грязная кухня. И описывает там всю ситуацию в жизни. Я слушаю внимательно и говорю, это объём работы, да? Теперь, где начинаем работать? И что, молиться что ли? Я говорю, молиться, да. А что вы хотите? А вы, Олег Геннадьевич, подскажите, что надо так? Тут ничего не было. Я говорю, а такого не бывает? Ну ладно, буду молиться. Понимаете? То есть идея в чём заключается? Что люди всё равно, да людей всё равно не доходишь, но трудиться сердцем. А трудиться сердцем так не хочется. Хочется, чтобы всё хорошо было. Понимаете? И люди поэтому ко мне приходят с вопросами. Некоторые, конечно, приходят с вопросом, как трудиться сердцем. Это уже более зрелые люди. Ну в основном все хотят, чтобы я что-нибудь... Или спросят... В основном люди спрашивают, Олег Геннадьевич, я буду трудиться сердцем, всё буду, но когда? Когда замуж? Сроки, время, время, конкретно время. Ну то есть не надо им трудиться сердцем, надо время узнать, чтобы подождать чуть-чуть и потом получить. А так не бывает, понимаете? То есть вот это надо запомнить и понять, что есть предварительное действие в подбеге над судьбой. Оно совершается сердцем, но потом меняется всё снаружи уже. И снаружи тоже меняется всё постепенно. Оно не меняется с помощью выяснения отношений. Вот это классический вариант неправильного поведения. Люди чем занимаются чаще всего? Они пытаются прояснить отношения. Что значит? Они садятся друг напротив друга и выносят друг другу мозги. Потому что когда сердце не проработано, когда в сердце всё не проработано, психология никакая не работает. Вот когда у вас в сердце спокойствие, идите на психологические беседы, тренинги и узнайте, как можно обращаться правильно к близкому человеку, как его не ранить. Там это всё классно, это всё нужно, но на втором этапе. Первый этап всё равно молитва и очищение сердца. Когда сердце чистое, дальше уже учитесь как деликатно к женщине обращаться, как деликатно к мужчине обращаться, чтобы его не тронуть, не ранить. это всё есть, это всё существует, но не главное. Если вам говорят, что главное — это прояснять отношения, это бред полный. Это всё заканчивается всегда скандалом. Если у вас в сердце боль, вы начинаете прояснять отношения, всё заканчивается чем? Руганью. И ещё хуже становится после этого. Так да проясняетесь, что вообще расстанетесь потом. Лучше уж жить, не трогать друг друга. Вот эти техники прояснения отношений, не пользуйся этими, пока ваше сердце. Не станет мягким и добрым по отношению к человеку. А это всё внутри, в сердце, в молитве происходит. Понятная система? Метод катарсиса или выяснение отношений забудьте. Это неправильная практика. Если чувствуете вам тяжело вместе, дистанцируйтесь друг от друга, не портите друг другу нервы. Пытайтесь заботиться друг о друге, это смягчает. Есть два способа смягчать свою судьбу. Первый способ — молитва в сердце, решать вопросы. А второй способ — служение близкому человеку. Что это значит? Готовить ему, носить зарплату домой, терпеть женские эмоции для мужчины, для женщины заботиться о мужчине. Это всё означает, что? То, что смягчает сердце, служение, увеличивает энергию любви, трудиться, трудиться, трудиться в отношениях с близким человеком. Это приносит больше счастья. Понимаете? Пугать кого? Ну, значит, у вас какой-то метод, наверное, какой-то слишком навязчивый получается? А, есть такой иеролаз, короче. Этому школьнику говорят, слушай, давай вот сделай то, 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 то. Дома у нас как бы день, родительский день сегодня. Он говорит, не буду делать. Они говорят, почему? Он говорит, мама, с мамой плохо станет. Они говорят, сделай, как мы тебе сказали, всё будет хорошо. И он такой сделал, всё. Мать приходит домой, говорит, на кухне чистая-то ты прибрал. Он говорит, да. Она такая, ой. Такая потом, и когда увидела, что у него одни пятёрки в дневнике, она в оморок такая. Ну, значит, как-то надо постепенно. Надо так резко уже всё менять. Вы, наверное, резко поменялись, да? За месяц стало другой, да? А? На мужа плохо не реагировать. И он в шоке, да? Переживает сильно, что вы не реагируете. Хочешь, чтобы среагировали, да? Ну, среагируйте. Делайте так, чтобы он не переживал. У меня, когда женщины такие становятся на лекциях, один мужчина подошёл ко мне, такой руку мне жмёт, стоит руку жмёт мне такой. Я говорю, вы хотите меня отблагодарить за лекцию? Он говорит, я не слушаю ваши лекции. И жмёт. Я говорю, а чё вы мне руку-то жмёте? Он говорит, за жену, за жену жмёте. Спасибо, мужик, молодец. Специально на лекцию пришёл в руку. Лекция говорит, слушать не буду, но руку прижал. Ну, дождитесь до этого момента. Сейчас пока он в шоке, всё неожиданно. Представьте, жена была такой, потом бац, поменялась. Страшно же. Знаете, опасное чувство опасности, а вдруг у неё кто-то есть? Веда обычно описывает, что когда женщина-любовника находит в себе, она становится идеальной женой. Начинает всё правильно делать, улыбаться, готовить, чтобы не заметил, что если бы... У мужчин в подсознании это и есть чувство опасности такое, что что это она такая хорошая стала, а может что-то не то, боится, опасность какая-то, понимаете? Поэтому просто не надо так уж резко меняться, наверное, вам надо поругаться с ним иногда, сделать вид опасности, чтобы чувствовать опасность от него. следующее, что я хотел бы вам сказать, это то, что часто люди, слушая лекции, они впадают в крайности, то есть есть три стадии развития личности. Первая стадия — фанатизм, вторая стадия — это зрелость, и третья — совершенство. На стадии фанатизма люди впадают к разной крайности. Приведу вам несколько вариантов, то, что с вами может произойти, чего не должно быть. Первый классический вариант, если вы наслушались моих лекций, допустим, пришли домой и начали грузить мужа, жену, жучку и всех вокруг, это значит, что вы находитесь в состоянии разрушения своей личной жизни. Это очень опасная ситуация. Лекции предназначены только для вас, не надо их цитировать близким, не надо пытаться их поменять, это классический пример деятельности в страсти. Это человек в страсти хочет менять всех вокруг, а не себя. Человек в благости меняет только себя, и никого вокруг вообще не трогает. Вот это классическая правильная жизнь. Просто себя меняйте, никого не трогать, наоборот, еще более покладисто относитесь к близким людям, прощайте их, не трогайте, не ввязывайте с ним конфликты. Человек в благости, который пытается быть в благости, фанатизм означает также это фанатичное следование правилам. Например, человек, допустим, становится вегетарианцем, бросает есть мясо. Первое, что происходит, он начинает чувствовать свою внутреннюю чистоту, от этого он становится чистым, искоренения нет никакого, и грязь окружается. Фу, мясояда ненавижу. Это означает страсть, это не благость. Благостный человек, он прощает всем, как бы человек не живу. Он ко всем хорошо, спокойно. Или я начала рано вставать с постели, а мой муть дрыхнет, гад. Лекции слушать не хочет. Низкий, слабый интеллект у него, у него высокий интеллект, у него слабый. Легенадьевич в лекциях говорил о развитии разума, человек не может слушать звук старшего, значит, он просто тупой, а я с ним живу. Вот такие классические примеры, как человек вроде бы трезвеет, а на самом деле попадает в еще большую иллюзию. Потому что трезвость означает смирение, любовь к близкому человеку, большее понимание его, принятие, понимаете, и так далее. Но когда ты пытаешься переделать вокруг себя все, вот результат печальный может быть, разрушение семьи. Опасно очень. Будьте осторожны. Если вы меняете свою жизнь, знайте, что есть три состояния разума у людей. Первое состояние разума — это разум катится вниз, «пей, гуляй, веселись». Это деградация. Значать невежественную жизнь. Второе состояние разума — это застывшее состояние разума. В застывшем состоянии разума люди боятся перемен. Они одеваются, как все, хотят жить, как все, разговаривать, как все, кушать, как все, думать, как все, смотреть те же самые фильмы, что все. Они боятся выйти из этой стабильной ситуации, потому что думают, что если они выйдут из нее, они потеряют отношения с окружающим миром. Общество начнет считать их неправильными и отвергненными. Понимаете, это обычный страх людей в страсти, которые живут, они боятся перемен в жизни. И дальше третье состояние разума — это развитие. Когда человек меняет свою жизнь, меняется в жизни, все у него меняется, становится лучше. Это пугает всех, кто находится вокруг. Когда человек живет, находится в страсти, его пугает невежество, когда человек деградирует, он катится вниз, это страшно становится, невыносимо. И когда человек вверх идет, тоже невыносимо для человека, который находится в страсти. У него стабильный разум, не меняется никак. Он смотрит, близкий человек начал меняться, он так жил, теперь так живет. И страшно становится, невыносимо. Люди боятся близкие, поэтому вы старайтесь их успокаивать. Знайте, что это и закономерная вещь, что все будут пугаться ваших перемен. Потому что это признак, страх, что будет дальше с моим близким человеком. Это закономерная, обычная вещь. Но если вы еще махло в огонь будете подливать своим фанатизмом и требовать, чтобы близкий человек также менялся быстрее, это вообще глупость номер один. Человек меняется только добровольно, его невозможно заставить. Перемены в сердце близкого человека происходят только с помощью энергии любви. И цена этих перемен это ваша любовь. Чем больше вы любовь будете дарить, означает смирение, прощение, забота и терпение по отношению к человеку. Чем больше будете дарить, тем мягче будет сердце, и потом он все примет от вас. У кого так уже произошло? Вот так всегда происходит. Можно? Вот у меня так произошло. Я вам больше того расскажу, вам случай, который вас вообще поразит. на расстоянии. У меня есть двоюродная сестра, которая, ну так получилось, что у нас не было никаких отношений всю жизнь, я только один раз в жизни ее видел, когда ездил на Урал. Вот. Это дочка брата моей мамы. И она уехала в Израиль жить, и там жила долгое время. И потом неожиданно мне звонит, как бы, и говорит, Олег, слушай, я твоя сестра, двоюродная сестра. Представляешь, я как бы, у меня такая ситуация в жизни произошла. Я начала слушать твои лекции, мне они очень нравились, я слушала долгое время, потом решила видео посмотреть. И смотрю, ты очень похож на дедушку, на моего дедушку. Думаю, может, он какой-то родственник у меня, этот человек. и начала спрашивать, а вот кто такой, я начала папу спрашивать, а кто такой, Олег Геннадьевич, он говорит, так это твой брат двоюродный. Она нашла мой телефон, позвонила. Вот такие даже вещи происходят. Понимаете, молитва, она даже дальних родственников, как бы, ну, родственников, которых нет отношений, сердце же все равно связано. Она включает в отношения всех, кто вокруг находится. Веером так эта сила идет. Влияние веером идет. Сначала близкие родственники, меняется их жизнь, потом дальние и так далее. Веер распространяется все дальше. Такая сила идет от этого знания, связанного с душой. Оно все привлекательную природу имеет. Следующая опасность, которая вас ждет, обязательно ждет, это, вы поняли, что такое гордость? Гордость означает, что вы какую-то аскезу совершили и начали считать всех, кто не совершает эту аскезу, отстоем. Это разрушает жизнь. Аскеза может помогать жизни, если она на смирение направлена. Если аскеза развивает вашу гордость, брезгливость по отношению к окружающим, это разрушает вашу жизнь. Старайтесь в своем сердце культивировать смирение. Это главное. Никогда не гордитесь своими достижениями. Это очень опасный путь. Он разрушает жизнь полностью. И слово сектанты означает только это. Больше ничего. Следующая опасность, которая предстоит в вашей жизни, которую вы должны преодолеть, пройти, это опасность связана с непониманием, недопониманием, как вообще процесс происходит, развитие отношений. Часто люди, они, слушая лекции, начинают себе в сердце запускать какие-то неправильные способы мышления. Ну, например, один из классических способов, я вам сказала, у меня с самого начала все неправильно, я познакомилась не в благости с этим человеком, мы долго не общались, легли сразу в постель, и значит, что из этой семьи ничего не получится, это значит, что надо это все забыть и как бы начать заново. Начни сначала, пусть не везет подчас, не верь в отчаяние, любись как в первый раз. Ну, то есть, это неправильное мышление просто. Часто люди слышат на их лекциях не то, что надо. Или, допустим, человек в лекции услышал, что лучше, когда женщина младшая, мужчина старше в отношении, а у ней наоборот, допустим, она на 6 или на 7 лет, старше своего мужа. У них нормальная семья, но в результате того, что она послушала лекции, она думает, все, ничего не получится, впереди только печаль, надо расставаться лучше сейчас, чем потом. Это просто неправильное мышление, оно исходит из неправильного понимания процесса развития событий. Человек не понимает, как действует его судьба, или, допустим, они в лекциях узнали, что я веду себя как мужчина, а он ведет себя как женщина. Все, патовая ситуация, разводимся. Понимаете, это неправильное мышление указывает всего лишь на одну вещь, что вы не хотите трудиться над своей судьбой. Вы трудность какую-то заметили, которую раньше не видели, все, до свидания, счастливая жизнь. или у меня волосы не растут для того, чтобы в косу запитать, как здесь женщина. Все это причина печалью. Все, у меня женских энергий не хватает, волосы не растут, что делать, все, я не смогу правильные мысли, защиты нет, все, капец. означает нежелание трудиться над судьбой, просто одна вещь и все. Или, а я не смогу бросить то, а я не смогу бросить пить, бросить курить, это мужской способ. Правильно. разрушить себя. А вот я послушал, эту лекцию, Олег Геннадьевич говорит, курить, я курить никогда не брошу, всегда буду курить, все, это для меня не подходит, методика, до свидания. Пить никогда не брошу, курить никогда не брошу, а у меня есть любовница, я ее тоже люблю, и как бы ее никогда не брошу, пошел он нафиг, этот Олег Геннадьевич. И все. Понятно, да, система? То есть человек видит большой объем работы какой-то, и он думает, что это с этим никогда не справишься. И у него есть много тараканов в голове, например, он думает, что у него с любовницей, например, настоящая любовь, такая же, как с женой. Это тоже тараканы, которые при результате духовной практики уходят. И он думает больше того, если я что-то поступлю, вот это брошу свою любовницу, тогда ей станет хуже, и это плохой поступок. Опять же, понимаете, вот следующий таракан. Вы не знаете, как все происходит, если вы будете правильно жить, вы с ней договоритесь просто, вы все разберетесь во всем, и дадите ей возможность жить счастливы и себе. Никто кого-никого бросать не будет, понимаете, просто вы разберетесь в жизни и сделаете правильное решение, сделаете с ней. Но просто к этому надо прийти, до этого надо дойти, надо трудиться. Вы скажете, ну какое правильное решение, без нее жить не могу. А тогда, к этому времени, вы уже поймете, как правильно жить и сможете. Понимаете, все происходит последовательно, поэтому принцип такой, никогда не смотрите в конец грязной кухни, всегда смотрите только в начало. Если чувствуете, что у вас там много трудностей, преград каких-то в жизни, не обращайте на это внимание, не смотрите туда, это неправильное мышление. Могу вам привести статистику. У меня, когда люди, вот я преследовал больше тысячи человек, написал диссертацию, кандидатскую защитил. Статистика такая, человек два года слушает лекции, бросает пить сам полностью, 50% людей полностью бросает пить через два года. Причем не напрягаясь. Некоторые вообще даже не помнят, когда бросили. Какой конкретно момент? Поднимите руку, у кого так получилось? Вот видите, то есть это само собой происходит, не надо париться. То же самое 50, примерно 49% людей бросают курить через два года, просто слушая лекции. Не парясь, не напрягаясь, не мучаясь. Потому что, почему человек курит? Потому что не хватает счастья, счастья хватает, сигарета до свидания. Почему человек пьет, не хватает счастья, счастья хватает, выпивка до свидания. И принцип такой, не надо себя мучить, не надо как бы в это состояние парадоксальное входить, у меня ничего не получится, там и все прочее. Просто начинайте работать над собой, меняйте свою жизнь, слушайте голос, молитесь. Не важно там, что вы делаете, что бы вы ни делали. Все это отвалится, как ненужное, когда появится настоящее счастье. Когда человек входит в состояние настоящего счастья, все неправильное, как говорится в бедах, когда солнце восходит, светлячки, все гаснут. Вот эти все наши, вот эти как бы виды счастья, которые мы имеем в своей жизни, они все как светлячки, понимаете, когда человек в настоящее счастье испытывает глубочайшее, сильное, возвышенное счастье, он бросает, все уходит в его жизни. Понимаете, а сначала, когда человек приходит на лекции, он чувствует, что тьма вокруг него, он осознает свою жизнь и он чувствует, что счастья никакого нет, солнца в жизни никакого нет.